Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня поговорим о таком понятии, как фьюзы, что это такое и как с ними работать. А в следующем видео соберем высоковольтный программатор, который позволяет исправить некоторые ошибки, допущенные при изменении фьюзов, и вернуть микроконтроллер к заводским настройкам. В этом видео поговорим о теории, а примеры я покажу на микроконтроллере ATTINE 13. Далее, когда буду рассказывать о других микроконтроллерах, например ATTINE 10 или ATTINE 2313, вместе с рассказом об особенностях работы с ними, буду показывать пример работы с их фьюзбитами. Работать я буду среди Arduino IDE и еще использовать небольшую самописную программку. Впрочем, обо всем по порядку и начнем с теории. Фьюзбиты позволяют устанавливать различные режимы работы микроконтроллера, задавать частоту и источник тактового сигнала, превратить порт, связанный с ресетом, в обычный порт ввода-вывода и многое другое. Хранятся фьюзбиты, специально отведенные для этого области флеш-памяти, и обычно занимают от 1 до 3 байт памяти в зависимости от микроконтроллера. Важной особенностью является то, что значение 0 фьюзбита означает, что он активен, установлен. Тогда как значение 1 фьюзбита означает, что соответствующий ему параметр не активен, не установлен. Это правило идет от самого названия фьюзбита, то есть fuse с английского это предохранитель, То есть, если предохранитель цел, то фьюз бит не установлен. А вот если мы меняем его значение, условно сжигая предохранитель, то значение фьюз бита становится равным нулю. Но нам не придется непосредственно устанавливать каждый бит вручную и собирать биты в байты. Нам помогут в этом специальные калькуляторы фьюзов. Их много разных. Я пользуюсь вот этим сайтом. Ссылка на него будет в описании к видео. Вначале нужно выбрать микроконтроллер. Возьмем для примера ATTENI 13, даже ATTENI 13A. Сразу же открываются значения фьюзов, установленные по умолчанию для данного микроконтроллера. Здесь мы можем либо изменять характеристики работы микроконтроллера, либо управлять непосредственно фьюз битами. Оба раздела работают синхронно. В левой колонке у нас представлен младший байт, а в правой старший. Отмечая галочкой разные фьюз биты, мы, соответственно, меняем шестнадцатеричное представление младшего и старшего байта. Именно эти значения нам дальше и понадобятся. То есть видно, что по умолчанию значения младшего low и старшего high байта для ATTENI 13 равны 6A и FF, соответственно. Если мы переключимся на ATTENI 85, то увидим, что у него для работы с фьюзами выделено 3 байта. Low, high и extended. Впрочем, никаких принципиально новых фьюз битов здесь не появляется. А еще интереснее картина для ATTENI 10. У него всего 3 фьюз бита, и для управления всеми фьюзами хватает всего 1 байта. Но вернемся к ATTENI 13. Я не буду подробно рассказывать о назначении каждого фьюз бита. Расшифровку их обозначения всегда можно погуглить. Или можно будет почитать в файле, который я размещу в описании к видео. Там не все существующие фьюз биты, но основные присутствуют. Многие значения вообще можно перезадать при загрузке скетча через Arduino IDE. Так что и не имеет смысла менять их другими способами. Из тех фьюзов, которые в целях безопасности нельзя изменить через интерфейс Arduino IDE, отмечу 3 фьюза. Это SPIN. Если данный фьюз исключить, то мы потеряем возможность перепрошивать микроконтроллер с помощью ESP-программатора, в качестве которого у нас и выступает Arduino Uno. То есть, думаю, он нужен, чтобы защитить микроконтроллер в каком-то готовом устройстве от перепрошивки. SAT1 и SAT0 задают время старта тактового генератора после подачи питания на микроконтроллер. Или после его перезагрузки. Пишет, в некоторых случаях, если их изменить, микроконтроллер можно вывести из строя. Я не проверял. По мне, они особо ни на что не влияют. Так что оставляю их по умолчанию. И RST Disable. Самый полезный лично для меня, как для любителя малышни, ATTini Fuse, так как он позволяет превратить порт, связанный с RESET, в обычный порт ввода-вывода. То есть, на ATTini 13, 25, 45 и 85 мы получаем 6 пинов ввода-вывода вместо 5. И особенно это полезно на ATTini 10, где всего 6 ножек. И устанавливая данный фьюз, мы получаем 4 пина для работы с цифровым и аналоговым сигналом вместо 3. Но после установки данного фьюза, мы теряем возможность перепрошивки микроконтроллера с помощью ESP-программатора. И восстановить возможность классического метода прошивки можно только с помощью высоковольтного программатора, о котором я расскажу в следующем видео. Теперь я покажу, как считывать фьюзы микроконтроллера и как их перезаписывать. Переведем Arduino Uno в режим ESP-программатора. Устанавливаю сверху свой самодельный программатор. Видео о его создании есть на канале. И размещаю соответствующее гнездо ATTini 13. Загружаем в память ATTini 13 стандартный скетч-блинк. И добавляю светодиод с припаянным резистором на 220 Ом. Одна ножка подключается к земле, а другая к седьмому пину. Светодиод у нас начинает мигать раз в секунду. Теперь я покажу вам свою очень маленькую программку, которая по сути упрощает работу с программой для прошивки AVR микроконтроллеров AVRDUDE EXE. Более того, сама среда Arduino IDE использует эту программу при загрузке скетча микроконтроллера AVR. Файл AVRDUDE можно найти в папке с установленными инструментами Arduino IDE. Кроме EXE файла нам понадобится еще файл конфигурации AVRDUDE CONF, который можно найти в соседней папке ATC. Запускаем ботовский файл AVRFUSES EDITOR. Вначале нам предлагается выбрать цифры, какой у нас микроконтроллер. У нас ATTini 13, так что выбираем цифру 2. Здесь в списке только те микроконтроллеры, которые я чаще всего использую. Постепенно, по мере необходимости, буду добавлять новые, но не хочется в этот список вносить всевозможные микроконтроллеры AVR. Кому нужно, я оставлю ссылку на скачивание программки в описании к видео. Сможете добавить сами свои варианты, там все очень просто. Далее выбираем активный COM-порт, который можно посмотреть в правом нижнем углу Arduino IDE, либо в меню инструменты. У меня это COM-3. После этого появляется список возможных действий из двух пунктов. Вначале выберем один и прочитаем фьюз биты микроконтроллера. Собственно, выводится не только информация о фьюз битах, но и вообще полная информация о микроконтроллере. В конце есть значения младшего и старшего фьюз байтов. Если вернуться на страницу калькулятора, то увидим, что они соответствуют значениям по умолчанию. Теперь попробуем изменить один из фьюзов. Чтобы был наглядно виден результат, уберем делитель тактовой частоты на 8. Значение младшего бита изменилось 6A на 7A. Нажмем единицу, чтобы вернуться к списку действий. И нажимаем 2, то есть записать фьюзы. Далее нужно ввести значения младшего и старшего байтов. Программа покажет нам сформированную строку, то есть обращение к файлу vrdude.exe с необходимыми для перезаписи фьюзов параметрами. Здесь у нас и выбор программатора vr.sp, и выбор микроконтроллера. T13 это ID микроконтроллера в конфиге avrdude. Далее идет скорость передачи данных и сами команды на запись младшего и старшего фьюзбайтов. Еще раз все проверяем и нажимаем yes, то есть выполнить. Запускается процесс, выводится результат об успешном изменении фьюзов, и наш светодиод начинает мигать в 8 раз чаще. А теперь перепишем скетч Blink, чтобы мигать светодиодом, подключенным к первой ножке микроконтроллера, который обозначается как PB5 вместо 7. Загружаем скетч. Светодиод у нас как-то невнятно горит и не мигает. Все потому, что порт у нас пока занят под ресет, и как обычный порт ввода-вывода работать он не может. Временно убираем светодиод. Возвращаемся на страницу калькулятора. Сбрасываем настройки по умолчанию. И выставляем фьюз RST Disable. Младший бит у нас не изменился, а у старший изменился с FF на FE. Переходим в программу для работы с юзами. Выбираем 2 в Write Suses. И указываем младший бит 6A, а старший FE. Все, после того, как мы внесем изменения, микроконтроллер больше не удастся прошить или изменить фьюзы с помощью обычного ESP-программатора. Соглашаемся и меняем фьюзы. Теперь снова устанавливаем светодиод. И видим, что у нас он работает на первом пину. Только мигает он у меня тут не раз в секунду, как в прошлый раз, потому что я забыл переставить частоту работы микроконтроллера на 1,2 МГц. Менял ее, когда с AT-Tiny85 экспериментировал. Но, в общем-то, это не важно. Мы сделали так, что данный пин функционирует полностью, как и все остальные пины ввода-вывода. Если мы вдруг одумались и решили изменить фьюз бит с RST-дисайбл обратно к значению по умолчанию, то ничего у нас не получится. Программа выдает ошибку. А вот, чтобы вернуть микроконтроллер в обычное состояние, то нам понадобится высоковольтный программатор. Высоковольтный, конечно, он относительно. Там будет участвовать напряжение в 12 вольт. Его созданием мы займемся в следующем видео. Спасибо за внимание. До новых встреч.